Перед установкой WordPress на хостинг BeGET, когда вы оплатили домен и услуги хостинга, необходимо сделать следующее. Первое. Прилинковать домен к директории на сервере. Второе. Убедиться, что CCL сертификат установлен. Третье. Включить самую свежую версию PHP 7.3 на момент выхода этого видео. Четвертое. Создать базу данных, но это не обязательно, если вы выберете автоматическую установку WordPress средствами хостинга. А теперь давайте мы с вами пройдемся по каждому пункту подробно. Первое. Необходимо прилинковать ваш домен к директории на сервере. Простыми словами, это означает создать папку под ваш сайт на хостинге и связать эту папку с вашим доменом. Для этого в поле имя сайта создаем папку, которую проще всего назвать так же, как и ваш домен. А затем находим ее ниже и жмем на зеленую скрепочку, чтобы прилинковать домен. Второе. Необходимо убедиться, что CCL-сертификат установлен. С момента регистрации домена обычно должно пройти максимум двое суток, чтобы вам выдали бесплатный сертификат. Проверьте почту. CCL-сертификат нужен, чтобы ваш сайт работал по зашифрованному протоколу HTTPS. Это является фактором ранжирования для поисковых систем, а также не позволит различным провайдерам крутить свою рекламу на вашем сайте. Еще это дополнительно даст поддержку технологии HTTP-2, что является новой версией протокола HTTP, которая позволяет выполнить множество запросов в рамках одного соединения, благодаря чему значительно повышается производительность сайтов. Здесь у нас установлен CCL-сертификат. Если не установлен, тогда вы жмете на HTTP-2 и здесь будет кнопка «Получить CCL-сертификат». Третье. Далее необходимо кликнуть на версию PHP и выбрать самую свежую. На данный момент это 7.3. Это позволит работать WordPress значительно быстрее за счет оптимизации движка под новую библиотеку, а также закроет ряд уязвимостей. На смену версии PHP обычно требуется 15 минут. Четвертое. Необходимо создать базу данных, но это только в том случае, если вы выберете установку WordPress автоматическим путем. Но об этом я расскажу в следующем видео. Для создания базы данных давайте перейдем в раздел MySQL. Тут надо задать имя для новой базы и сгенерировать пароль. Запишите имя и пароль. Для этих целей обычно используется LastPass. В следующем видео мы с вами установим WordPress на хостинг Biget тремя разными способами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok